Владимир Высоцкий и Олег Даль. Авторы Марк Цибульский, США, и Елена Ромашкина, Украина. 2004-2005 год. У них были очень странные отношения. Они годами не виделись, за исключением одного раза не работали вместе. Кажется у них не было точек соприкосновения. И тем не менее, они были друзьями. Уже незадолго до конца его 39-летней жизни, на какой-то встрече со зрителями Далю пришла записка, Олег Иванович, есть ли у вас друзья? Кто они? Друзей меня нет, ответил Даль. То есть они у меня были, Влад Дворжецкий, Володя Высоцкий. Потом помолчал, глядя по своей обычной мрачноватой манере последних лет внутрь себя, и добавил, я чувствую, они меня ждут. В российской журналистике последних лет стало очень модным отыскивать совпадения в биографиях исторических личностей. Разумеется, нетрудно найти общие в биографиях Дали и Высоцкого, но, например, оба родились 25-го числа, Высоцкий – 25 января 1938 года, а Даль – 25 мая 1941 года. И у того, и у другого на приемных экзаменах в театральные вузы возникли проблемы из-за голоса. Высоцкого не хотели принимать в школу-студию МХАТ из-за хрипоты, а Даль вообще провалился на экзаменах в театральное училище им «Щепкина» по причине плохой дикции. Оба были женаты по три раза, а браки с самыми главными женщинами в своих судьбах зарегистрировали с интервалом в четыре дня, Даль женился на Елизавете Эйхенбаум 27 ноября, а свадьба Высоцкого и Марины Владе состоялась 1 декабря 1970 года. Оба похоронены на Ваганьковском кладбище в Москве, памятники им поставлены в один день. Таких совпадений можно найти десятки, но стоит ли? Ведь вовсе не в них общность Высоцкого и Даля. Их объединяют не цифры, а нечто совсем другое, божий дар, талант, способность выразить себя, несмотря на непонимание коллег, конфликты с режиссерами, запреты и окрики высокого начальства. Линии их жизни часто шли параллельно, иногда сближались, был момент, могли оказаться в одном театре, потом снова расходились. Их творческие судьбы пересеклись лишь однажды. Впрочем, обо всем по порядку. О начале актерской работы Высоцкого написано много. Читающий публике хорошо известно, что в 1960 году он окончил школу-студию МХАТ и за 4 года, пока не нашел свой театр, театр драмы и комедии на Таганке, успел поработать в московских театрах имени Пушкина и театре миниатюр. О том, как начинал молодой Олег Даль, известно гораздо меньше. Ему повезло в том смысле, что руководство Щепкинского училища не чинило, в отличие от школы-студии МХАТ, препятствия своим студентам, когда тех приглашали сниматься в кино. Повезло и в том, что с самого начала довелось ему работать у хорошего режиссера над интересной ролью, роль Алика Крамера в кинокартине «Зархи мой младший брат», снятый поповестив, Аксенова «Звездный билет». В свой черед пришли к Далю и первые творческие огорчения. Так, например, Бондарчук пригласил его в 1962 году попробоваться на роль Пети Ростова в «Войне и мире», но в итоге на роль не утвердил. И все же, в целом, жизнь пока улыбалась молодому артисту. В 1963 году Даль окончил училище, прошел экзамен из двух туров в знаменитый тогда Московский театр «Современник» и был принят. За год до этого, весной 1962 год, пробовался в «Современник» и «Высоцкий», но принят не был. Возможно, не в последнюю очередь, по своей вине, выступая в первый, и, как оказалось, в последний раз на сцене «Современника», допустил от себя тяну в тексте роли. Причем не потому, что текст забыл, а нахулиганил, вставил в свою роль фамилии друзей, пришедших за него поболеть. Давно сказано, если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. «Высоцкий» помыкался еще два с половиной года, но нашел свой театр, театр на Таганке, где проработал потом до конца жизни. А Далев «Современник» хотя и приняли, вот только радости это ему не принесло. Он участвовал в лучших спектаклях театра, спектаклях, давно ставших легендарными, вечно живых, «Голом короле» обыкновенной истории, но роли получал второстепенные, никак его таланты не соответствовавшие. Вроде, и винить никого не приходилось, просто в театре, а Ефремова было созвездие талантов, достаточно назвать Е. Евстигнеева, О. Табакова, М. Казакова, и Квашу, но ведь молодому актеру оттого не легче было. Роли в эпизодах удовлетворения не приносили, Даль все чаще стал искать утешения в спиртном. В какой-то мере помогало кино. В 1966-1967 годах Даль сыграл главные роли в фильмах Жени, Женечка и Катюша и Хроника пикирующего бомбардировщика, сразу став популярным актером кино. А у Высоцкого все было с точностью да наоборот. В театре он сыграл Галилея в пьесе Б. Брехта, Хлопушу в Есенинском Пугачеве, Маяковского. В кино же к середине 60-х годов единственной, и будем откровенны, весьма относительной, удачей была роль танкиста Володи в фильмах, Турова «Я родом из детства». Остальные же его роли в кино того времени и киноработами-то трудно назвать. Примитивные сценарии, одноплановые персонажи. Для Высоцкого образовывался замкнутый круг, от неудовлетворения он начинал пить. А пьющего актера режиссеры приглашают сниматься не очень-то охотно. В 1968 году Далю, наконец, улыбнулась удача в театре. Он получил яркую крупную роль Васьки Пепла в пьесе «Горького на дне». Казалось бы, театральная часть жизни начала налаживаться, но когда в «Современьке» начались репетиции «Вишневого сада», это было в 1971 году, Далю предложили роль Пети Трофимова. В этой роли артист себя попросту не видел, он хотел сыграть Лопахина. В результате Даля обиделся и ушел из театра. Интересно, что две эти пьесы имели значение и в жизни Высоцкого. В 1960 году он играл Бубнова в «На дне», а с 1975 года блестяще исполнял роль Лопахина на сцене театра на Таганке. Несмотря на множество различий, у них было много общего. Например, чувство юмора. Когда Высоцкий играл матроса в фильме «Увольнение на берег», то однажды с разбега всадил грязную швабру, которой мыл палубу, в белоснежный китель настоящего, не киношного, адмирала. На корабле одновременно со съемками готовился смотр. Сам он говорил, что вышло это случайно, но, зная Высоцкого, поневоле начинаешь сомневаться. А вот пример военно-морского юмора Даля. Об этом эпизоде рассказывает режиссер, мотыль, снимавший Женю, Женечку и Катюшу. Едут в съемочной машине по центру Калининграда Дали Кокшенов. Даль внезапно спрыгивает на мостовую и бежит через улицу, размахивая бутафорским автоматом и время от времени из него постреливая. Кокшенов тоже прыгает и с таким же автоматом бежит за ним вопя, стой, сволочь, стой. Прохожие в ужасе наблюдают за этой сценой, пока не появляется настоящий военный патруль. Возглавляющий его офицер потеет от напряжения, вроде, надолез Кокшеновым советская военная форма, но какая-то не такая. Кто такие? спрашивает он артистов. Морская кавалерия, товарищ майор, докладывает Кокшенов. Железнодорожный флот, товарищ майор, рапортует Даль. А этот дядька был на самом деле капитаном третьего ранга, и майором они его доконали. Никаких артистов он не знал и под конвоем отправил наших ребят на голубтвахту. С великим трудом мы их вырвали из лап армейского правосудия. В 1972 году впервые скрестились творческие судьбы Высоцкого и Даля. Причем, весьма необычным образом, Даль получил роль певца Евгения Крестовского в фильме «Земля Санникова». Эта роль предназначалась Высоцкому, который прекрасно прошел фото и кинопроба, но не был утвержден на роль директором МОСФильма. «Утвердили меня в картину «Земля Санникова», — писал Высоцкий режиссеру Сговорухину, — сделали ставку, заключили договор, взяли билеты. А за день до отъезда Сизов, директор МОСФильма, сказал, — его не надо. Почему? — спрашивают режиссеры. — А не надо и все. Вот так бывало в те времена, Высоцкий мечтал об этой роли, написал песни для фильма, в том числе, знаменитых «Коней привередливых», но роли не получил, а песни в картину не вошли. А Даль от сценария в негодование пришел, несколько раз порывался вообще со съемок уехать, но роль все же сыграл. Не его это была роль, не тот типаж должен был быть, так что фильм «Новых лавров» ему не принес, хоть в целом оказался очень удачным. В середине 1973 год, после двух не принесших творческого удовлетворения сезонов в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, Даль возвращается в современник. Теперь ролями актер был не обижен, сразу четыре главных роли получил он. А самое главное — бросил пить. Помог Высоцкий, по его просьбе М, Владе привезла из Парижа чудодейственный препарат «Эспираль». Его зашивали под кожу, действовал он, когда мокла в меч, если человек, зашивший ампулу, выпивал алкоголь, то в организме начиналась такая химическая реакция, что белый свет не имел становился. А незадолго до того произошел случай, который едва не похоронил идею режиссера и хейфица снять блестящий актерский дуэт Даля и Высоцкого в фильме «Плохой хороший человек». Рассказывает Е. Даль. Олег встретил в подпитии тогдашнего директора Ленфильма Киселева, подошел к нему и шлепнул по шляпе. Отныне ему на Ленфильме было запрещено сниматься. И вот Иосиф Хейфиц задумал «плохой хороший человек». Высоцкого он как-то отстоял, что, заметим в скобках, было от них непростым делом, потребовалась помощь космонавтов, написавших письмо в высокие инстанции, АВТ. А Даля даже пробы запретили. Хейфиц поехал к Киселеву на дачу. Долго его уговаривал. Киселев слушал, слушал, а потом сказал «Знаете, или я, или Даль». На что Хейфиц ответил «Знаете, Даль». Если все было действительно так, как рассказала вдова артиста, то Киселев оказался не худшим представителем советского чиновничества. Даль был утвержден на роли «Блестяще» сыграл Лаевского. Высоцкий в роли фон Корена был, пожалуй, даже убедительнее. Наградой ему стал приз за лучшую мужскую роль на весьма престижном международном кинофестивале в Таармине, Италии, в 1974 году. Казалось, все шло хорошо, ничто не предвещало беды, но... В январе 1976 год Даль впервые за несколько лет выпил и уже не смог остановиться. В марте его уволили из современника за нарушение трудовой дисциплины. Он перешел в Московский театр на Малой Бронной, но работы удовлетворен не был. Проработав там два сезона, ушел в Малый театр, но и там ему было не лучше. Предложений сниматься было много, но Даль был разборчив, соглашался сниматься только тогда, когда был полностью уверен, что роль получится. Естественно, материального положения это не улучшало, а надо было как-то жить. Даль пошел по тому же пути, что и Высоцкий, который с середины 1970-х годов стал выступать с концертами то от общества знания, то от общества книголюбов. Даль ездил обычно с выступлениями от бюро кинопропаганды. С этими выступлениями он объездил всю страну, побывал в Новосибирске, Пензе, Чимкенте, Новороссийске, Петрозаводске. Список можно продолжать долго, принимали его везде хорошо, чему свидетельствуют многочисленные книги, подаренные ему зрителями и хранящиеся в его домашней библиотеке. Конечно, это было приятно, но... Куда большую радость приносят артисты успешно сыгранные роли, а с этим было хуже. Одна из лучших ролей Даля, роль Зилова в кинокартине «Отпуск в сентябре» по пьесе «А вампилову утиная охота». Даль мечтал об этой роли, но режиссер Мельников приглашал на кинопроба кого угодно, но только не его. И вдруг случилось неожиданное, его утвердили на эту роль без проб. Но ожидание тянулось слишком долго. Даль был гордым человеком и от роли отказался. Режиссер понял свою ошибку. Он лично приехал к Далю и уговорил его сниматься. Картина была снята и положена на полку. Высокие руководители советского киноискусства решили, что она пессимистическая, а это, конечно же, противоречило принципам социалистического реализма. Прекрасная работа Даля была показана лишь через шесть лет после его смерти. Даль попал в замкнутый круг. От невозможности выразить себя в искусстве развивалась депрессия. А депрессия, как известно, вовсе не способствует тому, чтобы бороться с неудачами и двигаться дальше. А вот для алкоголизма депрессия – лучшая питательная среда. Нечто подобное переживал и Высоцкий. Поэт, признанный всей страной, не мог издать даже крохотного сборника стихов и стать членом Союза писателей, в котором состояли тысячи стихоплетов, чьих имен не знали даже их соседи. Попытка попробовать себя в режиссуре тоже успехом не увенчалась из-за бесконечных бюрократических проволочек. Высоцкий так и не смог приступить к съемкам фильма «Зеленый фургон», в котором он собирался исполнять главную роль. Было от чего прийти в отчаяние. Их последняя встреча состоялась 1 мая 1980 года. Звездочка Даль приехал к Высоцкому домой, и тот читал ему свои последние стихи. Менее чем через три месяца Высоцкого не стало. На похоронах Высоцкого Олег сказал, «А теперь моя очередь», вспоминает его вдова Е, Даль. По воспоминаниям многих людей, он часто повторял эту фразу. Олег очень любил Высоцкого. Он любил его как человека, любил, может быть, не его актерское творчество, но его личность, его поэзию, его песни. Никогда об этом прямо не говорил, но вот хотя бы по этой фразе после Володи останутся его песни. Это становится ясно. Его смерть очень тяжело подействовала на Олега. И часто он повторял, «Ну вот, скоро и моя очередь пойти к Володе», вспоминал режиссер И, Хейфец. После смерти Высоцкого Даль начал стремительно угасать. Мысли о смерти, которые и раньше приходили к нему нередко, стали почти навязчивыми. Как-то он пришел утром на кухню и сказал мне, что ему приснился Володя Высоцкий, который его звал с собой. Я ему ответила, «Володя подождет, Алежек, ему там не скучно», рассказывала я, Даль. Разговоры о смерти стали настолько привычными, что их перестали замечать. Даль, о которой тогда снимался в Киеве и жил в гостинице, в день его смерти встретил актер Эл, Марков. «Пойду к себе умирать», сказал Даль, и Марков тут же забыл об этой фразе. А Даль пришел к себе в номер, открыл бутылку водки. У него была вшита очередная спираль. В результате наступила реакция препарата с алкоголем, резко повысилось давление, и Даль скончался от инсульта. Возможно, это было самоубийство, а возможно Даль не предвидел такого исхода и просто искал спасения от депрессии, на которую никто из окружающих не обращал внимания. Они были похожи, Владимир Высоцкий и Олег Даль. Это отмечали самые разные люди. Так режиссера, Эфрос писал, есть люди, которые олицетворяют собой понятие «современный актер». Даль был олицетворением этого понятия. Так же, как и Высоцкий. Их сравнить ни с кем. Оба были пропитаны жизнью. Актер в Гафт, работавший с Далем в «Современнике», сказал он, Даль, АВТ, был очень похож, как и многие современниковцы, на Олега Николаевича Ефремова. Тот отразился в своих учениках, в том числе и в Олеге. В этом нет ничего обидного. В этом было свое обаяние, которое потом прекрасно освоил Высоцкий. У них у всех как будто один и тот же корень. Никулин, закончивший школу-студию МХАТа вместе с Высоцким, и долгие годы игравший в «Современнике» с Далем, на вопрос об их отношениях ответил так. Не надо искать никаких закономерностей, не надо ничего выстраивать в их отношениях. Они строились по каким-то другим, неощутимым, неосязаемым каналам. И когда говорят, что в их судьбах есть некая схожесть, да что там, это было все более глубже, я имею в виду, схожесть, и подсознательнее по своей сути. Наверное, они оба не знали, кто двигал их ощущениями в отношении друг друга. Сейчас говорят, а как часто они виделись? При чем тут это? Разве имеет значение частота встреч? Они общались очень неоднозначно по насыщенности. Иногда встречи были просто на ходу. Привет-привет. Двумя словами, но что-то такое западало, маячило, искрило. Владимир Высоцкий и Олег Даль. Они ушли до срока. Как и предсказывал Даль, после Высоцкого остались его стихи и песни. Сам он сохранился в киноролях, Шут в Короле Лире, Картер в Дамбии Сыне, Марлоу в Ночи Ошибок. Более 50 ролей сыграл Олег Даль за свою короткую жизнь. А еще, остались небесные тела. Планета Владвысо Цыки и звезда Олег Даль. По астрономическим меркам они недалеко друг от друга. Стихотворение Олега Даля, посвященное памяти Высоцкого. Высоцкому брату. Монина. Январь 1981. Сейчас я вспоминаю. Мы прощались. Навсегда. Сейчас я понял. Понимаю. Разорванность следа. Начало мая. Спотыкаюсь. Слова, слова, слова. Сорока бьет хвостом. Снег опадает, обнажая. Ногую холодность ветвей. И вот последняя глава. Пахнула розовым кустом. Тоску и уживость обещая. И умерла в груди моей. Покой, покой. И одиночество, и злоба. И плачу я во сне и просыпаюсь. Обида, серебристый месяц. Клейненность, горе-проба. И снова каюсь, 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 держа в руках разорванное сердце. Опубликовано на сайте Олег и Елизавета Даль. Примечания. 1. Цит. По фонограмме выступления М. Казакова в ДК имени Ленина. Ленинград, ноябрь 1983 год. 2. Цит. ПКН. Самые знаменитые артисты России, Москва, 2000 год, СТР, 375. 3. Цит. Паш. Советская библиография, Москва, 1989 год, номер 4, СТР, 81. 4. Цит. Погас. Декамерон, Москва, 2000 год, номер 2, СТР, 7. 5. Цит. Паёш, Бульвар, Киев, май 2001 год, номер 21, СТР, 13. 6. Цит. ПКН. Олег Даль, Москва, 1992 год, СТР, 112. 7. Цит. Паёш, Семья Москва, август 2001 год, номер 30, СТР, 7. 8. Цит. ПКН. Олег Даль, Москва, 1992 год, СТР, 128. 9. Цит. ПКН. Олег Даль, Москва, 1992 год, СТР, 95. 10. Цит. Па. Олег Даль. Форум памяти, HTTP, www, Оулак Борисов, народ, RU3ARGE, NEST 40M02. Это мы. 7. Цит. 8. Цит. 11. ВОЛАВАИ. Продолжение следует...